Это пульс дня по скрипту. Здесь мы обсуждаем все то, что не уместилось в наш основной выпуск. На HBO вышли первые эпизоды мини-сериала «Мэйр из Тауна». Это детектив Скейт Уинслет в главной роли. Загнанная на работе и дома Мэйр Шейн сыщется неудачница, которая весь город не может простить нераскрытое преступление. Год назад она не справилась с крупным делом и теперь ловит экспедиционистов, перевоспитывает мелких хулиганов и успокаивает мнительных пенсионеров. У нее у самой есть внук в 45 лет. Бывший муж живет с другой женщиной в доме напротив. И все вокруг напоминает Мэйр, как однажды она спасла из Таун, забросив решающий мяч в школьном матче по баскетболу. С тех пор прошла целая жизнь. Однако уже в финале первого эпизода у героини вновь появляется шанс всех удивить. Найден еще один труп и дело нужно раскрыть. Описание Мэйр из Тауна похоже на облако тегов ключевых слов и сюжетов из самых известных детективных и драматических сериалов. В городке происходит убийство старшеклассницы. Случай не первый, так что на помощь местной сыщице приходится детектив из центра Эван Питерс. И еще сюда переезжает элегантный, но потрепанный жизнью писатель Гай Пирс. За бедными фасадами из Тауна скрываются нищие души. Родители понятия не имеют о том, как живут их дети. А героиня все вспоминает свое детство, и от этого ей становится только больнее. И тем не менее она все равно продолжает оперегать свой неказистый городок. Кажется, что Твин Пикс, Брод Черн, острые предметы, защищая Джейкоба, вершина озера, что знает Оливия и Фарго, это та высшая лига, в которой сразу хочет оказаться этот сериал. В то же время это проект HBO с Кейт Уинслот, которая в последний раз согласилась играть на телевидении ровно 10 лет назад в Милдред Пирс. И значит и в Мэйр и Стауна тоже что-то есть такое, что зацепило актрисам. Уже в первом эпизоде выясняется, что это что-то такое. Мрачный юмор, который помогает сценаристу и режиссеру защищаться от детективных клише, а героине сопротивляться холоду внутри и там же царящей тоске. Неуклюжая Мэйр постоянно попадает в нелепые ситуации. Во время погони она подворачивает ногу и в итоге, смешно хромая, во время свидания продолжает играть эту сцену. Когда Мэйр узнает, что ее бывший муж открыл в себе благодаря новой любви кулинарный талант, детективный сериал вдруг превращается в настоящий стендап. Приступ ревности и ворчание героини Уинслет – несчастные милые моменты в мрачном и тягучем сериале. Над новым напарником, который годится ей в сыновья, Мэйр тоже будет метко шутить. Эван Питерс из «Американской истории ужасов» – отличный партнер для актрисы, выстоять против которой раньше мог разве что Леонардо Ди Каприо. Смотреть на Питерса, впервые играющего не юношу, а мужчину, вообще страшновато. Интересно, кажется, в его карьере начинается совершенно новый этап, и мы можем за ним проследить. Впрочем, неожиданный юмор в Мэйр из «Истауна» не самое главное, как и вялая детективная линия. Режиссер сериала Крейг Зобер, который совсем недавно снял искрометный жуткий комедийный триллер «Охота», не старается делать его ни смешным, ни остросюжетным. Потому что на самом деле это драма о парализующей тоске. В Пенсильвании действительно есть город под названием «Истауна», но в сериале его превратили в собирательный образ маленьких неблагополучных местечек, которые не смогли найти оправдания своим неудачам. В этом городе нет обанкротившегося завода, он не похож на гетто и не затерян где-то посередине пустыни. Это просто маленький мир, который почему-то сломался. Девочки здесь рожают рано и не по любви, а мальчики не думают становиться мужчинами. Взрослые либо пьют, либо все время спят. Живут бедно и ленно. Но стоит горожанам собраться в церкви и кажется, что это хорошие скромные люди, которым просто не повезло с погодой. Как бы не шутил сериал, в Филадельфии всегда солнечно, но Пенсильвания в американском кино это всегда штат серости и тоски. Такова палитра роки, милых костей, Филадельфии даже дня сурка. Именно из Пенсильвании едут в Нью-Йорк, чтобы сделать аборт. Две школьницы в фильме никогда, редко, иногда, всегда. Самый недооцененный на этом Оскаре, по мнению кинокритиков, работе американской драмы. Вот там эта история также раскрывается. Сценарист Мэйр из Истауна, Брэд Инглипси, родился в настоящем Истауне и посвятил сериал своей малой родине. А Кейт Уинслет из уважения к этому месту научилась копировать одну из самых сложных территориальных единиц фольклорных. Это диалект, который в этом городке существует. Брэд Ингельсби, мастер снимать фильмы о несгибаемых мучениках в его драме «Вне игры», Бен Аффлек сыграл пьющего баскетбольного тренера, а в его лучшем на сегодняшний день фильме «Женщина в огне» героиня Сиены Миллер пытается справиться с исчезновением дочери во все той же проклятой Пенсильвании. Когда картину показали в 2018 на фестивале в Торонто, восторженные критики называли ее новым Манчестером у моря. С ним же хочется сравнить и Мэйр из Истауна. В Манчестере Каннелло Лонергана, герой Кейси Аффлека, сперва прятался от своей боли и вины, а затем находил силы вернуться домой и посмотреть правде в глаза. По пути он постоянно мямлил и рассеянно смотрел по сторонам Мэйр из Истауна. История про другую героиню, но в очень похожей ситуационной среде. Мэйр всегда смотрит прямо, говорит резко и двигается быстро, даже если хромает. Но внутри у нее та же ледяная тоска. Именно это, наверное, и завлекло в неказистый детектив такую избирательную актрису, как Кейт Уинслет. Именно поэтому зрителю стоит дождаться новых серий. Наташа, будешь ли досмотреть этот сериал? Конечно, мне нравится Кейт Уинслет и очень многие критики говорят о том, что Кейт Уинслет одна из величайших актрис нашего времени, но для многих она, конечно, до сих пор остается розой из фильма. Из фильма? Из фильма? Из фильма? Из фильма? Из фильма! Сейчас звучит фоном тревожная музыка Бетховена. Из фильма? Титаник! Ах, боже! А слона-то мы и не заметили, да? Ну, как-то так, действительно. И вот мямлить о других каких-то ролях Кейт Уинслет, конечно, уместно, но роль Розы, это, наверное, роль, во-первых, по-моему, за эту роль она получила Оскар, если я, опять же, не ошибаюсь и, возможно, сейчас ненаруком угожу в просаг. Но, тем не менее, я могу реабилитироваться тем, что вспомнила, что Кейт Уинслет одна из немногих, кого очень часто, кого чаще других номинируют на Оскар. У нее есть эта статуэтка, и, может быть, даже несколько, но, тем не менее, она этот фильм не любит. И когда ее спросили, скажи, пожалуйста, Кейт, в одном из интервью, любишь ли ты фильм? Этот фильм говорит, я его не очень люблю, потому что он какой-то стал банальный, что ли, он мне надоел. И вот эта песня, которая звучит из каждого утюга, из каждой форточки, из каждой маршрутки, она меня просто, ну, бесит, я даже могу даже вырвать, она даже такой жест неприличный показала. То есть она мне нравится своим поведением, свободным таким. Она, у нее маленький ребенок, третий, по-моему, у нее новый муж, миллиардер. Мне очень радостно, что люди состоятельные, люди с большой цифрой, люди думающие, бизнесмены, очень умные, а других, как говорится, в этой области нет, они выбирают именно женщин, уже зрелых, взрослых, скажем так, да, та же Хилари Суэнг, у нее муж, вот она недавно вышла замуж в прошлом году, тоже за миллиардера, за бизнесмена, и у Кейт Уинсли тоже супруг, его зовут Нэт Рак-н-Ролл, они появляются на красных дорожках вместе, они воспитывают общего ребенка, которому очень немного лет. Поэтому мне нравится позиция жизненной Кейт, мне нравится ее роли, мне нравится ее вкус, она весы по гороскопу, и она очень четко, подходит тому, в чем она снимается. У нее, естественно, после «Титаник» появился выбор говорить «нет» режиссерам и говорить «да» тем фильмам, которые действительно тем сценаристам, тем фильмам, тем кинопродюсерам, которым она хочет сказать «да» и не думать про деньги. Вот, например, фильм, в котором она вновь сыграла с Лео Ди Каприо, это фильм «Дорога перемен». И если Розу, она сыграла в фильме «Титаник», и там у нее с Лео Ди Каприо любовь, любовь прям сплошная, розовые пони и бабочки в животе, то в этом фильме «Дорога перемен» они встречаются уже вместе, фильм 2008 года «Титаник» 97-го, и они встречаются через много лет, но это, естественно, своя какая-то другая история, и у них уже там никакая не любовь, они уже присыщены друг другом, у них закат любви, и фильм трагически заканчивается. Но режиссеры хорошо потроллили, согласись, там в «Титанике» незавершенная история любви, а здесь уже, пожалуйста, надоели друг другу. И Сэм Мендес был на тот момент ее мужем, там такие откровенные сцены с Лео Ди Каприо в фильме, я еще подумала, а Сэм Мендес режиссер этого фильма, думаю, как он не ревновал. Ну и если мы говорим о втором фильме после «Титаника», она сыграла сразу после «Титаника», она сыграла в фильме, вот она могла эту линию романтическую продолжить, но она сыграла в фильме «Перо» Маркиза де Сада. И там вообще такие сцены откровенные были, и даже попахивало порно, но тем не менее вот она снялась в этом фильме, еще она очень хорошо поет, ну и какой-нибудь факт такой, может быть, какой-то необычный. Ну вот в этом фильме, да, она сказала, да, я видела тизер этого фильма, чтобы сейчас не спойлерить, она вообще там некрасивая, она, то есть, либо такой старческий грим наложили, либо она согласилась, я не знаю, может быть, без грима работать, но, скорее всего, усложнили такой какой-то сложный грим на ней, она, у нее мешки под глазами, у нее там, ну, в общем, все, знаешь, атрибуты стареющей женщины, и она этого не боится, и она настолько выжилась в образ, я посмотрела тизер, захватывающий, конечно, буду смотреть, даже без попкорна. Я думаю, что самое важное, это уметь открывать для себя актеров в новых амплуа, потому что считается, что есть актеры одного амплуа, например, какого-нибудь героического, которые могут только в боевиках играть, а есть актрисы, которые, опять-таки, одного боевика... А есть актеры никакие? Есть актрисы, которые тоже только в боевиках могут играть, женщины-герои. Идем-легион, точно. Да, есть актеры, которые, там уже неважно от пола, которые могут играть, там успешных, неуспешных людей уже все равно. Но вот мне кажется, что Кейт Уинсельд как раз-таки сейчас идет на такой интересный эксперимент, и действительно этот эксперимент заслуживает того, чтобы быть увиденным. Это все к данному часу. Напоминаем, что информационным спонсором пользования по скриптам является стоматологи Зита Ройзман и Слава Познянский. Они принимают в Бруклине. Клиника расположена там, так что, если есть проблемы с зубами, обращайтесь. А у нас к этой минуте все. Продолжение следует...